Беларусь, молодежь, единство Брест – шестой город, в который прибыл поезд молодежного проекта. Для всех участников это путешествие по стране, открытие для себя новых мест и знакомство с новыми людьми. Это возможности, большие и интересные, это насыщенная неделя. За семь дней юноши и девушки преодолеют более двух тысяч километров и посетят восемь городов. Да, темп серьезный, но ребят это нисколько не пугает, ведь и компания хорошая, и города интересные. У нас получилось так, что все ребята очень хорошие. У нас очень классный состав, и все друг другу помогают, поддерживают. И каждый из городов оставил свое хорошее впечатление. Мы уже проехали шесть городов, и каждый из них остался, наверное, в наших сердцах. Мы были в разных городах, и, конечно же, я многих из них не был, как ни странно. Особенно мне понравился Витебск, я в нем был первый раз. И очень много памятников, такой вот архитектуры еще с духом старого времени в хорошем смысле. Она создает такую своеобразную атмосферу. И люди в каждом городе, они разные. Каждый отличается своей гостеприимностью, какой-то своей чертой, взглядом тоже в хорошем смысле. Проект объединяет молодежь со всей страны, и в этом году он проходит под хэштегом «Беларусь молодежь единства». Главная миссия проекта, как отмечают ее организаторы, показать то, насколько наша молодежь разная, но в то же время едина. Эти ребята, посещая наши города, то есть они посещают в том числе и определенные объекты культуры, спорта, образования. Делятся определенным опытом в разных направлениях своей деятельности. В частности, город Брест, естественно, то есть основная точка притяжения – это наша Брестская крепость-герой, которую сегодняшние наши волонтеры, которые приехали в город Брест, они ее сегодня обязательно посетят. Очень символично то, что в год народного единства участники поезда проносят наше знамя, предмет гордости молодежи Беларуси. Это государственный флаг Республики Беларусь. Мы его разворачиваем в наиболее знаковых местах. Таких были, например, в географическом центре Европы, в городе Полоцке. Вчера развернули государственный флаг в такой, можно сказать, жемчужине белорусской земли на Полесье, в центре Полесья, в городе Петрикове. Сегодня, безусловно, в год 80-летия начала Великой Отечественной войны мы развернем его вообще в символе гордости всего белорусского народа и народа бывшего Советского Союза в Брестской крепости. Одним из центральных пунктов программы пребывания в пограничном городе стало посещение сердца областного центра – мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Здесь участники молодежного поезда возложили венок к вечному огню и почтили память погибших минутой молчания. Многие присутствовали на священной Брестской земле впервые. Для них это был незабываемый опыт. Среди тех, кто впервые посетил это знаковое место и возложил цветы к вечному огню Анастасия Дементьева, руководитель Новосибирского центра белорусской культуры. Я единственный представитель из Российской Федерации в молодежном поезде «Беларусь. Молодежь единства». Я уже много раз была в Беларуси, потому что 10 лет я занимаюсь продвижением белорусской культуры в Новосибирской области. Поэтому Беларусь для меня – это глоток какого-то свежего воздуха, чистоты, красоты. Моя бабушка родом из Гомельской области, поэтому это мои корни, мои предки, которых я чту и сохраняю традиции. Я впервые в Брестской крепости. И заходя вообще вот только на территорию, я уже была вся в мурашках, слезы на глазах от этого невероятно трогательного места. Поэтому я мечтала сюда попасть. Для гостей была организована экскурсия, а после нее молодые люди занялись благоустройством исторического места. Вооружившись инструментами, ребята убирали скошенную траву и пололи цветочные клумбы. Работы хватило всем. Но Брестская крепость стала не единственным местом, которое посетили участники республиканского проекта. На очереди был детский дом семейного типа на Высоковской, где девять ребятишек с нетерпением ждали гостей. Молодые люди, в свою очередь, вручили малышам подарки – яркие мечи и наборы для бадминтона. Задорный смех звучал во дворе, а значит, подарить малышам море ярких эмоций и отличное настроение удалось. Внимание всегда приятно. И этот поезд, молодежный к нам приезжает уже второй год подряд. И я так рада, что они в этом году опять захотели к нам приехать, потому как в прошлом году они в это время тоже были, играли с детьми. Их мы ждали с удовольствием. И когда нам позвонили, что они приедут в гости, мы очень обрадовались. Вот как видите, рады видеть. Рады видеть молодых людей были и в Центре безопасности МЧС. Здесь ребятам провели ликбез, они смогли получить новое знание. Теперь в любой экстренной ситуации молодые люди смогут уверенно и правильно действовать. А значит, посещение областного центра участникам республиканского проекта дало не только приятные воспоминания, но и практическую пользу.